добрый день сегодня мы поговорим про обминки и сегодня будет не только эксперимент но и рецепт то есть это видео будет два в одном я буду говорить вам рецепт и буду показывать эксперимент на примере трех буханок хлеба буду делать с обминками и без и мы с вами в конце посмотрим как обминки отражаются на том качестве хлеба который мы получаем смотрите до конца в конце разрежем посмотрим желаю приятного просмотра вкусного хлеба начинаем добрый день сегодня будем проводить очередной эксперимент я заметила что эксперименты вам интересны также как и мне и хочется всегда проверить на практике какую-то свою гипотезу или узнать ответ на вопрос не просто на словах а именно наглядно сегодня я буду делать хлеб пшеничный на первом сорте муки я впервые купила вот такую муку это уже известный мне производитель твердо хлеб табовский комбинат мука первого сорта с белком 10,6 впервые я буду пробовать эту муку но давно хотелось мне из первого сорта сделать если посмотреть на муку она очень приятного кремового цвета меленькая такая же как высший сорт но цвет у нее не белый а кремовый и так что же сегодня будем проверять на нашем эксперименте сегодня я хочу показать вам роль обминок при изготовлении пшеничного хлеба спрашивали до задавали такие вопросы а что будет если сразу выложить форму и не обминать я конечно не буду делать прям вот совсем сразу форме но я сделаю три образца теста у одного будет 2 обминки у 2 1 у третьего ни одной будет просто брожение формовка и расстойка и так я взяла три примерно одинаковых миски уже отмерила сюда 70 граммов освеженной пшеничной опары базовой и сейчас в каждую миску я добавлю одинаковое количество воды и муки и оставлю на аутолиз в описании я напишу количество ингредиентов на три формы l11 смотрите делите и понимаете то количество которое вам необходимо и так здесь у меня уже 70 граммов освеженной пшеничной опары далее я беру 130 граммов воды холодной и 200 граммов пшеничной муки первого сорта теперь я перемешаю воду закваской с мукой мука для меня новая поэтому я стараюсь не добавлять очень много воды сразу я хочу посмотреть как она впитает ту воду которую я и дала и в принципе после прохождения аутолиза можно будет посмотреть и добавить воды если это будет необходимо смешала воду с мукой получилось вот такое первое грубое тесто сейчас я сделаю все то же самое еще с двумя образцами накрою их пленкой пронумерую чтобы не путаться ну а дальше буду показывать что я буду делать я приготовила три образца тесто пронумеровала их сейчас они абсолютно одинаковые потому что никакой разницы в технологии в рецептуре пока еще нет разницы появится гораздо позже а сейчас я оставляю на аутолиз на 40 минут через 40 минут продолжим работать с этим тестом температура у меня сейчас комнате 23 градуса оставляю при комнатной температуре на аутолиз прошло у меня 40 минут аутолиза сейчас я замешу все три вида теста самое главное не забудьте добавить соль во все образцы соли нужно примерно 45 граммов добавляем соль и начинаем замес руками тесто не очень влажное поэтому руками его месить удобно можете перейти сразу на стол можете промесить отбивание если эта техника вам ближе на самом деле тесто хорошая эластичная его можно обычным растиранием промесить и она прекрасно за месяц в отбивании особо нет необходимости совершенно не липкая моментально замешивается я вижу что качество этой муки нравится хорошую влага емкость какое однородное тесто получилось и дальше я отправляю в миску на брожение смажу миску немножечко маслом чтобы уменьшить прилипание я решила использовать не подсолнечное масло в данном случае а горчичное если горчичное масло придаст легкий привкус легкий аромат и может быть даже цвет я думаю что хуже от этого точно не будет накрываю пленкой и замешиваю два других образца теста и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Я замесила три образца теста. И сейчас поставлю их на брожение. При комнатной температуре, напоминаю, мне сейчас температура плюс 23, образец номер один будет бродить без обминок, а к образцу номер 2 и 3 я вернусь позднее с обминками. Первая обминка будет через полтора часа. Засекаем полтора часа и занимаемся своими делами. Прошло полтора часа выражения. И теперь образец номер один я убираю в сторонку. Он у меня не обминается. Образец номер три будет обминаться позднее. А образцу номер два я сделаю обминку. Смачиваю руки и делаю вытягивание. Заодно я проверяю качество муки. Вот этой новой, которую я купила для себя. Первый сорт. Очень хорошая мука. Судя по тому, как ведет себя тесто. Хорошо развивается клейковина. Снова накрываю пленкой. И оставляю еще на полтора часа брожения. В следующий раз буду обминать два образца. Второй и третий. Прошло еще полтора часа брожения. Я беру образцы два и три. Образцу номер два я сделаю вторую обминку. Начинаю от места складки. Вытягиваю тесто вверх максимально. Складываю вниз. Разворачиваю на 180 градусов. Вытягиваю максимально. Смотрите, какое глютеновое окошко. Прям прелесть. А не мука. И с боков делаем то же самое. Можно еще раз перевернуть. Накрыть. Я приступаю к образцу номер три. Здесь прошло уже три часа брожения. Я делаю такое же складывание. Здесь, конечно, явно гораздо более разрыхлено все. Потому что я не обминала. И оно спокойно себе росло. И делаю все то же самое. Так, и можно перевернуть. Я снова накрываю пленкой. Оставляю так же при комнатной температуре еще на два часа. Образец номер один по-прежнему не трогаю. Через два часа будем делать формовку. Прошло еще два часа брожения. Смотрим на образцы. Образец номер один, ожидаемо, подошел больше всех. Номер два и три прошли обминки. И, конечно, они пониже заметно. Сейчас нужно выполнить предформовку. Отлежку и затем формовку. Подсыпаю муку на поверхность. И сейчас буду выкладывать. Подпыляю также немного поверхность. Это образец номер один. Смотрите, какое тесто. Очень сильно пористое. Делаю предформовку. Укругляю с минимум муки, чтобы мука не попадала вовнутрь. Образец номер два. Нити тянущихся гораздо меньше. Также выполняю предформовку. Округление. И прокатываю тесто по поверхности. Это второй. И третий. Накрываю пленкой. Примерно то же самое состояние, что у второго. Укругляю, вытягиваю. Это третий колобок. Накрываю пленкой. И оставляю их минут на 10-15. Прошла отлежка. И сейчас нужно сделать формовку. Первый образец. Я заберу кусочек теста от каждого образца. Куда я его потом использую, я вам покажу. А пока я его просто заберу. Чуть-чуть расслабляю заготовку пальцами. И формую. Формую обычно ботардом. У меня приготовлена форма. Печь я буду в ней. И укладываю в заготовки смазанную маслом и обсыпанную отрубями форму. Мне нравится, когда форма обработана маслом и отрубями. Это и красиво, и вкусно. Беру второй образец. Точно так же отщипываю кусочек. Чуть-чуть расслабляю тесто руками. И формую обыкновенным ботардом. Укладываю второй. Все три заготовки я отправила в форму. Сейчас я накрою пленкой. Опять так же с номерами. Делаем так, чтобы под пленкой было немножечко расстояние. Чтобы пленка была не в натяг. Накрыла. Оставляю на расстойку примерно на 2 часа. Сейчас мне надо отлучиться из дома. Но я спокойно оставляю. И знаю, что вернусь через пару часов. И хлеб как раз подойдет. У меня прошло 2,5 часа расстойки теста. Я наблюдала за подъемом. Сейчас увидела, как оно поднялось. Уже достаточно высоко. Сейчас у меня разогревается духовка на 250 градусов. Буду печь с нижним паром. Поставлю сковородку вниз небольшую. И пару-тройку кусочков льда туда брошу. Буду печь первые 15 минут с этим паром. Потом приоткрою дверцу, уберу сковородку и понижу температуру до 220. И буду допекать еще минут 15-20. Буду смотреть по цвету корочки. Все. Сейчас духовка разогревается. И отправляю выпекаться. Хлеб мой испекся. Все три буханки красивые. Я сейчас не буду говорить, какой из них какой. Обсудим это тогда, когда он остынет. И я его разрежу. Сейчас их надо вынуть. Я сейчас оставлю их на решетке остывать. Чтобы корочка у хлеба была глянцевая, я заварила крахмальный кисель. Это заваренный картофельный крахмал. Смазываем корочку для красоты. И укладываем остывать. Смазываем обязательно горячую корочку. Влага из киселя крахмального, она быстро испарится. А блеск красивый у хлеба останется. Все. Укладываю на бочок, чтобы не сминался мякиш. Красивый хлеб, мне очень нравится. Оставляю остывать. После этого будем резать, смотреть и искать разницу. Хлеб мой остыл. Давайте посмотрим уже и снаружи на него, и внутри. Вот это был образец номер один. Это номер два. Это номер три. Если смотреть визуально, то в образце номер один вот такие есть большие пузыри, которые ломаются, проваливаются. Это тот хлеб, который делался без обминок. И есть вот такой вот подрыв. То есть тесто хотело расти, это хорошо. Но вот этот подрыв говорит о том, что было неравномерное напряжение внутри хлеба. Хлеб, который делался с двумя обминками, он равномерный, без подрыва. И пузырик тоже есть один, но он тоже небольшого размера. Вот этот хлеб делался с одной обминкой. И вы видите, что здесь пузыри на поверхности присутствуют, но они гораздо мельче. Пока я не разрезала хлеб, я повторюсь, для чего делаются обминки. При обминке мы распределяем газ внутри теста. Тот самый газ, который выделяется нашей закваской при брожении. Газ распределяется внутри теста. Мы его выпускаем, перераспределяем. Затем он снова начинает поднимать. Если есть следующая обминка, мы снова его перераспределяем. И таким образом мы делаем более равномерным тесто, перераспределяя этот газ. И перераспределяя то напряжение в клейковине, которое создает хлебный каркас. И как раз поэтому здесь мы видим вот такой вот подрыв. Потому что резко выросло. С одной стороны, заготовки этого хлеба напряжение было выше, чем с другой стороны. То есть у нас не было перераспределено напряжение в хлебе. Также при обминках мы перераспределяем питание той же самой закваски. И оно происходит более равномерно. Давайте разрежем, посмотрим. Я начну с первого образца. Хрустящая хорошая корочка. Хороший мякиш. Хорошего цвета. Мне нравится вот эта мука первого сорта. Для меня это еще и был тест муки. Видите, какая неравномерность. У нас крупные поры сверху, мелкие поры снизу. Но это уже происходило после формовки. Надо еще интересный эксперимент провести. Когда вообще не делать формовки, а сразу тесто выложить в форму. И оставить его там подходить и посмотреть, что из этого выйдет. Второй. Второй. Вот смотрите, давайте сравнивать. Мне кажется, видна разница. Здесь очень большие поры сверху, очень маленькие снизу. А здесь мы видим гораздо больше равномерности. То есть у нас такие поры среднего уже размера. И они есть и снизу, и сверху. То есть они более перераспределены. Так, давайте третий разрежем. Здесь смотрите, что произошло. Здесь тоже есть большие поры. Они под самой-самой корочкой. Но вообще в целом, мякишу давайте сравним и с первым, и со вторым. С первым мякиш гораздо мельче и гораздо однороднее. То есть пор больше и они мельче. Вот, вот, вот до сих пор. Вот, видите. А здесь мы получили вот эти вот большие поры. Это уже результат того, что тесто подходило в духовке. Это прямо вот последняя стадия подъема была. Но и со вторым тоже отличается. То есть здесь мы видим средние поры по всей поверхности. А здесь мы видим мелкую пористую структуру. Практически однородную на всю глубину хлеба. И только вот эти там две-три крупные поры под поверхностью. Это те, которые образовались уже в духовке. Давайте возьму все три. И давайте повторим. Все три способа имеют право на существование. Как делать? Выбирать вам. Но на этом примере я показала, для чего это нужно. Возможно, для подобного хлеба это и не так важно. Но, когда вы делаете сдобу, когда вы делаете куличи, когда вы делаете какие-то прекрасные булочки, которые должны быть равномерные, красивые, идеальные на срезе, вам необходимо учитывать этот момент и понимать, для чего делается обминка. Когда вы работаете с более влажным тестом, например, те же тортины или багеты, где поры крупные и их много, вы понимаете, что в результате вы получите. То есть, чем больше мы делаем обминок, чем больше складываний, тем более равномерный и структурный мякиш в итоге мы получаем. Если мы сделаем вот такой опыт с тестом высокой влажности, мы получим в одном месте плотность, в другом месте огромные пузыри. То есть, там контраст будет еще выше. Я просто взяла такой нейтральный рецепт, в том числе, чтобы попробовать новую муку. Но я думаю, что вам и на этом нейтральном рецепте понятно, какой эффект оказывают обминки. Ну, а мука мне нравится. Я буду ее применять. У нее очень вкусный хлебный аромат. Замечательный. Гораздо более ароматный, чем обычная мука высшего сорта. Я думаю, что с большим успехом можно заменять ей на 100% высший сорт муки. Видите, она такая чуть-чуть желтенькая, но вполне приятного цвета. Желаю всем вкусного хлеба. Присоединяйтесь ко мне, подписывайтесь, пишите комментарии. Будем общаться, учиться хлебопечению. Испечем еще очень много всего интересного.